Холестерин имя, гиперлипид имя, плохой холестерин, вредный холестерин. Столько, много вопросов по одному только веществу, холестерину. Мы с вами посмотрим путь появления холестерина в нашем организме. Он чаще всего именно экзогенный, то есть какую пищу мы потребляем. И вот регулятором обмена веществ в организме всего, это является такое удивительное образование, мы здесь можем увидеть, называется гипофиз. Вот он находится в структурах мозга. И регулятором накопления отдельных элементов, вообще рефлексом желчевыделения, всем метаболическим синдромом у нас все-таки руководит мозг. Поэтому первое, что вы начинаете при холестерин имя, это контролируйте сосуды мозга, свой мозговой кровоток. Посмотрите, пожалуйста, чем он чаще всего, мозговой кровоток, у нас с вами будет нарушаться. Вот у нас лимфатическая система, и мы с вами видим, что нарушение кровообращения в гипофизе гипоталямусе на сосудистой системе, мы видели мы с вами, происходит в результате механического сдавления увеличенными лимфатическими узлами. Вот у нас непосредственно лимфатические узелочки лежат на вене. Таким же образом они лежат на артерии. То есть если мы с вами сам гипофиз гипоталямус не кровоснабжаем полноценно, а исследование сосудов, постоянно пациентам объясняя, нужно еще внимательно почитать самим, что доктор написал на УЗИ сосудов шеи и головы, там будут показаны места на УЗИ сосудов шеи, где происходит сужение просвета сосудов. И в этих местах у нас и остановится холестерин, и сделается холестериновая бляшка. Поэтому, как бы мы с вами ни говорили, высокий-низкий уровень все-таки определяет состояние сосудов. И проверять при холестерине МИ важно состояние сосудов, потому что бывает, что уровень холестерина низкий, а состояние сосудов у нас настолько сужены, особенно в зоне бифуркации. А зона бифуркации, ребят, места, где садится холестериновая бляшка, это зона брюшной аорты. Бифуркация – это значит раздвоение. Вот это вот артериальный кровоток раздвоения, вот это венозный кровоток раздвоения. И в области шеи самое главное место, где у нас и происходит инсульт, и возникает самая большая холестериновая бляшка – это зона бифуркации, зона середины шеи у нас идет. Поэтому мы с вами говорим, вы не акцентируете внимание на высоком холестерине, вы акцентируете внимание на состоянии сосудов и состоянии мозгового кровообращения. Если будет регуляция пищеварения, если будет регуляция состояния сосудодвигательным центром, состояние тонуса сосудов, то мы с вами этот и высокий холестерин при еде, он у нас будет перерабатываться и переноситься организмом без образования холестериновых бляшек. Потому что говорят, как это так, такой худенький, такой маленький и такой высокий уровень холестерина, и уже такие сосудистые нарушения. Значит, первое – УЗИ сосудов шеи и головы, регуляция мозгового кровотока, а вот при КТ вы увидите вообще нарушения в области самого главного шефа метаболического, это гипофиза гипоталямуса, регулируя и нормализуя мозговой кровоток. Это я всё показываю на курсах лимфатического массажа и онлайн-курсах, и непосредственно на видео, где вы меня смотрите в YouTube и Instagram. Вы должны привести в порядок регулятора, чтобы у нас организм сам правил. Потому что вы же не проживёте жизнь без поедания большого количества разнообразной пищи, той, которая не переваривается. Поэтому мы смотрим с вами путь, почему это вдруг в кровотоке накапливаются белково-липидные комплексы. Это холестерин вместе с белками. Ещё сложнее структура, ещё более опасная. Давайте посмотрим. При всяком нарушении наслиистой желудка, а мы сейчас с вами очень часто говорим, что если желчь забрасывается в желудок, у нас возникают язвенные процессы в желудке, язвенный процесс идёт, тогда у нас и жиры, и белки не перевариваются качественно. Потому что здесь уже начинается процесс накопления этих веществ и начало переваривания. В 12-перстную кишку должна поступить желчь. Желчь сюда плохо поступает, и опять нарушается переваривание белков и жира, потому что у нас с вами увеличенные лимфатические узлы на фоне воспаления язвенного в желудке. Они передавливают протоки желчного пузыря. Мы с вами тоже говорили, диафрагмальное дыхание позволяет это исправить, направить движение. Болевых ощущений не должно быть в зоне эпигастре. Дальше мы с вами идём на клеточное или пристеночное пищеварение в тонком кишечнике. И тонкий кишечник здесь у нас красавчик, если он сохранил свои ворсинки. Но длительный воспалительный процесс на ворсинках кишечника приводит к тому, что у нас уже полноценного и переваривания, и усвоения нет. Продукты воспаления являются питанием микрофлори. Микрофлора образует очаги воспаления. Вот мы здесь с вами видим углы очаги воспаления. И продукты этого воспаления, слизь, поступают в печень. Потому что метаболизм холестерина всё-таки печень должна у нас приводить в баланс, в регуляцию. Значит, мы тогда говорим, токсический гепатит, длительный хронический воспалительный процесс в кишечнике. Опять он от чего начался? Нарушение регуляции мозгового кровотока, нарушение рефлекса желчьего деления. И мы с вами метаболические нарушения в итоге начинаем уже превращать в органику. Органика – это сужение просвета сосудов и атеросклероз. Стрессовая ситуация, спазм сосудов часто главной причиной является высокого холестерина. Потому что это нарушение всех функций в теле. И пристеночное пищеварение, и полостное пищеварение нарушено. И качество желчи нарушено, потому что сама печень переполнена с продуктами воспаления в кишечнике. И ворсинчатые петели отсутствуют у нас. Все это система переваривания, усвоения, руководимая мозгом, сбилась и нарушился режим поглощения экзогенного холестерина. Его выведение, а в том числе запор любой, а мы сейчас говорим, посмотрите, пожалуйста, сигмовидная кишка. Это очень трудно найти человека, у кого она не удлинена на фоне хронического воспаления. Нет запора, а это тоже задержка продуктов метаболизма. То есть видите, целый каскад. Кто-то пытается одной таблеткой убрать застой желчи, восстановить мозговой кровоток, регуляторную функцию. Восстановить пристеночное и полостное пищеварение, изменить качество. Одну таблетку просят у меня, чтобы от всего за раз выпить. И холестерин пришел в норму. Приводите в порядок весь организм комплексом ежедневных обязательных мероприятий. И помните, холестерин это маленькое только нарушение, которое показывает о целой серии, о целом каскаде изменений в организме, которые еще более опасны, нежели холестерин и миа. Это сужение просвета сосудов, это инсульты и инфаркты. Будьте здоровы!